друзья приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города киева а точнее подведем итоги прошедшего июля месяца 2024 года и конечно же будем говорить о рынке жилой недвижимости в разрезе сегментов рынка недвижимости то есть это будет первичный и вторичный рынок и конечно же будем говорить в разрезе классификации также в конце видео подведем итоги то есть будет у нас такая ретроспектива длиной в один год что произошло с недвижимостью и дальше я подведу не просто итоги сделаю уже краткосрочный прогноз до конца 2024 года о том что будет происходить с рынком жилой недвижимости друзья рассмотрим подготовлены мной материал будем разбираться благодаря статистическим данным которые мне любезно предоставляет компания олимп консалтинг и через призму так сказать времени и цифр попробуем разобраться с процессами которые я наблюдал в течение так сказать одного месяца и в течение года о том что происходило с рынком жилой недвижимости перед вами друзья карта центральной части украины куда входят пять крупных областных центров город житомир киев черкассы крапивницкий и винница сегодня мы говорим о городе и винница период исследования еще раз повторюсь всего лишь один месяц в начале видео мы будем говорить о колебательных процессах под картой мы видим легенду карты или точнее под городом легенда карты где я очень тезисно изложил параметры которые характеризуют состояние рынка недвижимости как я уже говорил на конец июля 2024 года давайте начнем с количества предложений не путайте это с продажами мы на протяжении многих лет мониторим все интернет порталы сайты электронные доски и так далее и у нас есть возможность так сказать видеть общее количество предложений которые выставляются на продажу здесь мы говорим о вторичном и первичном рынке за месяц выставлено 57700 объектов жилой недвижимости что показала нам активность на 1,2 процента за месяц следующие параметры это стоимостные социальное жилье друзья вторичный рынок буду говорить только о том что происходило в процентном соотношении за месяц снижение минус на целых сорок семь соток процента эконом комфорт бизнес класс это также друзья вторичный рынок видим снижение минус на целых сорок сотых процента ну в долларах и в абсолютных цифрах друзья думаю что вы сами сможете прочитать следующий сегмент рынка недвижимости первичный рынок эконом класса это квартира не сданной в эксплуатации также за месяц показала снижение минус 0,13 процента первичный рынок квартиры уже комфорт бизнес-класса показали снижение минус на целых тридцать один сотых процента но и первичный рынок квартиры элитного класса показали нам снижение за месяц 0 минус 0 целых двадцать семь сотых процента обратите внимание насколько сильно отличается стоимость квадратного метра как на первичном и вторичном рынке в зависимости от классификации для примера элитный класс первичный рынок это 2912 долларов и первичный рынок квартиры эконом класс семьсот девяносто восемь долларов вы чувствуете да на сколько раз превышает стоимость квадратного метра в зависимости от классификации и так друзья переходим от общих свободных данных декомпозированным данным и будем обсуждать что же происходило у нас вторичным рынком социальным жильем в разрезе административных районов минус 0,46 столовых 46 сотых процента это за месяц подешевела недвижимость этого класса а наиболее всего друзья подешевел светошинский район снижение минус 0,64 процента за месяц меньше всего подешевел печерский район минус 0,29 процента за месяц видим подешевел печерский район переходим к следующему слайду и здесь будем говорить уже о квартирах эконом комфорт бизнес-класс это также вторичный рынок друзья и вот смотрите давайте расскажу как пользовался данной информацией 1480 долларов за квадратный метр это средняя стоимость квадратного метра в целом по городу по этим классом снижение минус 0,40 процента вы можете остановить карту вернее показ видео и посмотреть в разрезе административных районов стоимость квадратного метра в долларах и снижение процентном соотношении также оставил карту для наглядности чтобы вы могли найти эконом комфорт бизнес-класс вот здесь это уже сводные данные увидеть те же самые цифры то есть это сводные а это декомпозированные данные я думаю что вы понимаете о чем я говорю то есть у вас полная картинка что произошло за месяц в целом по городу и в разрезе административных на районов следующая следующий слайд и мы говорим о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс здесь мы видим что уже 1588 долларов за квадратный метр снижение минус 0,31 процента но и хочу обратить ваше внимание что квартиры данного класса на строится уже в семи административных районов голосеевский центр но это явля не знаю днепровский русановский массив оболонский массив липки печерский центр подольский центральная часть тоже соломенский район кп и и шевченковский центральная часть города и также мы видим что в долларах стоимость квадратного метра и процентном соотношении снижение за месяц смотрим следующий друзья на слайд здесь уже у нас будет первичный рынок квартиры элитного класса видите что уже осталось всего три района голосеевский центральная часть пещерский массив липки и шевченковский тоже центральная часть городом и так в июле месяце средняя стоимость по городу квартиры этого класса достигла 2912 долларов за квадратный метр снижение минус на целых двадцать семь сотых процентов за месяц также можете посмотреть в абсолютных цифрах и в процентном соотношении снижения за месяц друзья переходим от да хочу обратить ваше внимание в конце вот посмотрите это очень интересно ну я это называю прикладной математикой как она работает вот я вам показываю реальное время реальный город в реальные цифры то что произошло с рынком недвижимости видим количество предложений за месяц выросла плюс 1,2 процента а стоимость снизилась где-то на пол процента где-то чуть меньше где-то еще меньше практически не практически по всем сегментам хочу вам напомнить ну люди которые учились это на первых наверно курсов института проходят закон спроса и предложения ну это такие фундаментальные законы которые в общем-то работают в экономике он гласит о следующем друзья если на рынке того или иного товара а недвижимость напомню вам является товаром у квартиры является товаром так вот если на рынке того или иного товара этот товар увеличивается в разы его становится больше или переизбыток правильно так а покупателей не становится больше то стоимость снижается на данный товар если же друзья товар становится в дефиците то что происходит естественно стоимость на этот товар повышается в данном случае мы видим как вот эта прикладная математика работает с экономическими законами то есть количество товара или квартир перевожу это опять увеличилась и стоимость естественно стала снижаться переходим друзья к самому интересному как мне кажется слайду здесь мы будем говорить с вами уже о тенденциях длиною в один год вот на самом деле аналитики изучают именно тенденции не колебания а тенденции но силу того что как бы я профессионально занимаюсь анализом рынка недвижимости уже очень много много лет мне вот эти финансовые временные ряды просто необходимы и мы мониторим рынок недвижимости ежемесячно и я публикую свои видео вы это видите наверно так вот график рисунок гистограмма видим что июль месяц 2023 года одна тысяча восемь четыре доллара за квадратный метр и июль 2024 года уже одна тысяча семьдесят долларов квадратный метр снижение всего лишь один целых двадцать девять сотых процентов за год друзья но посмотрите как себя ввел неоднозначно рынок недвижимости вот это флуктуации называется где-то в один месяц снижение где-то повышение но и так далее но в итоге если вот здесь мы так сказать вот эту линию аппроксимируем тренда то видим что снижение на 1,29 процента также мы готовим индекс на протяжении многих лет индекс стоимости недвижимости вот здесь мы видим 0,987 что такое индекс недвижимости это макроэкономический показатель который характеризует изменение стоимости недвижимости его времени на примере социального жилья показываю считается очень просто одна тысяча семьдесят делим на 1 084 и получаем или процентном соотношении снижения или индекс 0,987 друзья я знаю что много людей смотрят меня те которые работают финансовых учреждениях но google аналитик позволяет не видеть фокус-группу людей которые смотрят поэтому друзья не стесняйтесь на сегодняшний день мы одни из немногих я имею ввиду себя и компанию lean consulting которые проводим подобные исследования и готовим для крупных системных украинских банков и иностранных банков подобные индексы который позволяет в общем-то позволяют ну если отделы по рискам в каждом банке до люди которые работают с нашим учреждением они знают так вот позволяет республика в общем-то видеть как изменяется во времени недвижимость ну как деньги меняется во времени в стоимости вы знаете лучше меня я имею ввиду банкиры а вот как еще и недвижимость меняется это очень интересно почему потому что в любом случае залоговый портфель вашего банка куда входят недвижимость он ведет себя в зависимости от времени по-разному до снижается стоимость активов мы иногда бывает повышается поэтому не стесняйтесь набер набирайте меня по телефону вайбере телефон вайбер есть в описании этого канала и я с удовольствием компания lean consulting выполнить любые исследования которые будут связаны с залоговой недвижимостью вашего банка но немного рекламы без этого нельзя и так в общем то подвели итоги снижение на 1,29 процента всего лишь за год а теперь друзья давайте все-таки поговорим о том что произойдет это краткосрочный прогноз осталось немножко до конца года я практически не сомневаюсь что не рынок недвижимости в городе киеве подешевеет стоимость квадратного метра где-то на 5 процентов может чуть больше может чуть меньше то есть я вижу как последний так сказать квартал вот эту динамику которая показывает более ускоряющие темпы темпы снижения стоимости квадратного метра то есть в этом месяце мы по социальному жилью увидели аж полпроцента снижение поэтому несложно посчитать сколько месяцев осталось до конца года если даже будет снижение по полпроцента то мы увидим порядка пяти процентов до конца года если будет больше динамика снижения то это будет больше то есть я вам описываю целом тенденции то есть я точно цифру не могу угадать и в этом нет смысла не ставлю перед собой задачу такую я не в рулетку играю я говорю вам о тенденциях а вот тенденция не друзья именно будут отрицательные то есть стоимость квадратного метра будет снижаться я предполагаю всего лишь где-то порядка пяти процентов до конца года друзья очень кратко и в то же время достаточно подробно рассказал вам о том что происходит с рынком жилой недвижимости в городе киеве пришло время прощаться для того чтобы вы знали что происходит с недвижимостью вам необходимо что сделать правильно друзья подписаться на мой канал вы также можете можете ставить лайки дизлайки говорят это помогает продвижению канала но я не о том на самом деле вы все-таки наверное должны подписаться на мой канал для того чтобы понимать что происходит с недвижимостью и в общем-то быть в курсе так как я видео записываю практически ежедневно и каждый месяц вы видите что происходит с рынком недвижимости по всей украине друзья еще раз напомню в этом уникальность этого контента то есть такой объем информации тем более в цифрах вам не дает поверьте я это знаю рассказал все очень подробно друзья до встречи в следующих моих видео роликах и Продолжение следует...